Привет, с вами Macofnet, меня зовут Илья Слейд, и сегодня мы будем смотреть на лучший Android-смартфон в одном сегменте от 15 до 25 тысяч рублей, и это OnePlus X. Китайский стартап OnePlus громко заявил о себе с выходом смартфона OnePlus One, убийцы флагманов, мечтогиков и очень сбалансированного аппарата за небольшие деньги. Второй флагшип Keyer OnePlus 2, однако, не стал таким же заметным явлением по ряду причин, но у его младшего стильного брата OnePlus X есть все шансы. Он компактный, он мощный и все такой же доступный. Кажется, вот он, секрет успеха, или нет? Упакован смартфон, как и все аппараты OnePlus, очень круто и качественно, а фирменный красный плоский кабель очень точно характеризует бренд в их стремлении быть не похожими на остальных. Внешне смартфон похож и не похож на другие смартфоны одновременно. Кто-то найдет сходство с iPhone, кто-то с Huawei Honor 6, кто-то со смартфонами Sony, но обо всем этом забываешь, когда берешь OnePlus X в руки. Он отлично собран, благодаря ребристой металлической рамке не скользит в руках, а стекло спереди и сзади почти не ляпается, особенно в случае с белым золотистым вариантом устройства. Несмотря на 5-дюймовый дисплей, им удобно пользоваться одной рукой. Рамки экрана совсем небольшие, хоть и выглядящие таковыми на белом смартфоне с белым передом. В общем, за внешность однозначно можно поставить лайк. Телефон за 270 евро ощущается солиднее и дороже многих аппаратов за 500-700 евро. Без шуток. По железу, однако, этот брат не OnePlus 2, а самого первого OnePlus One. Грубо говоря, это почти что он и есть. Qualcomm Snapdragon 801, 3 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной. Есть слот для карт памяти microSD, аккумулятор на 2525 мАч, задняя камера на 13 мегапикселей и на 8 мегапикселей фронтальная. Любителям делать селфи стоит обратить на это внимание. Деловые люди наверняка оценят слот под две сим-карты, ну а любители смотреть фильмы точно будут рады экрану Super AMOLED с Full HD разрешением и бесконечно глубокими и насыщенными цветами. Смартфон работает под управлением Oxygen OS на базе Android 5.1.1. Обновление до 6.0 будет, в этом можно не сомневаться. Ведь здесь почти голый Android, но с фишками. При первой настройке телефон знакомит с большинством из них. Так можно выбрать виртуальные или сенсорные клавиши управления, настроить жесты экрана блокировки, включить специальный персонализированный раздел экрана. В настройках можно персонализировать функции сенсорных клавиш по двойному или долгому тапу, выбрать темную или светлую тему оформления. Кстати, темная лучше экономит заряд. Отдельного внимания заслуживают фирменные обои. Они действительно классные. Смартфон воспроизводит очень хороший звук в наушниках, а основная камера позволяет делать снимки повышенной четкости, склеивая 10 кадров в один для минимизации шумов и прочего негативного добра. Батарейки хватит на день использования, если не играть постоянно в игрушки, не торчать бесконечно в социальных сетях. К слову, игры Asphalt 8 и Unkilled на максимальных настройках лишь немного притормаживают, но на настройках по умолчанию все идет вполне себе сносно. Но результаты бенчмарков не разочаруют любителей циферок. В итоге у OnePlus получился идеальный смартфон для стильных модных гиков или продвинутых девочек, поклонников Android, нуждающихся в добротном и качественном, а главное, относительно доступном решении. Это не убийца флагманов, но в среднем классе он однозначно уделал всех, кого только мог. С вами был Macof.net. До новых встреч!